Хорошо. Мы закончим с этим отрывком и перейдем, собственно, к тому, что Заратустра собирается сказать народу. И я думаю, что когда мы прочтем, мы на этом остановимся, так или иначе. А вы подумайте над этим. Третья часть, прошу. Придя в бегающий город, лежавший за лесом, Заратустра нашел там множество народа, собравшегося на базарной площади. Ибо ему было вечно зрелище. Плесун на канате. И Заратустра говорил так к народу. Да, народ собирается не для того, чтобы послушать Заратустру. Но Заратустру повезло. Народ уже собрался, чтобы посмотреть на канатного плясуна. Что же Заратустра говорит? Я учу вас о сверхчеловеке. Заметьте, Заратустра ничего не говорит им о смерти Бога, потому что они и так знают, что Бог умер. Человек есть нечто, что должно произойти. Что сделали вы, чтобы произойти его? Учение Заратустры, которое несет с гор, учение, солнечное учение, которое должно все прояснить. Это учение о сверхчеловеке. Оно все должно расставить на свои места. Что должно оно расставить на свои места? Что должны делать люди? Превзойти себя. Да, человек есть нечто, что должно превзойти. Он должен исчезнуть. Человек должен погибнуть. Человек должен перестать быть. Соответственно, встает вопрос. Сделали ли вы что-то, чтобы превзойти его? У меня был вопрос тоже. Ну, по этому отрывку, может быть, чуть дальше. Если, ну, Ницше писал, что человек произошел от червя, и так далее, то есть человек, который приходит в сверхчеловек. Сейчас до этого даем, да. Должен ли сверхчеловек после, как-то тоже... Вы задаете правильный вопрос, ответ на него лежит в основании философии Ницше, о которых мы не говорим. Если вы знаете основание философии Ницше, для вас станет понятным, почему сверхчеловек рисуется таким, каким он рисуется, и почему после него не будет ничего. И, соответственно, вам становится понятным, почему необходимо вечное возвращение. Эта тайна раскроется, когда золотурство сам нам скажет об этом. И тогда мы, если я вспомню, вы вспомните, мы вернемся назад, и я скажу вам, почему так было, да. Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя, а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к зверю, чем произойти человеком. Это часть тех оснований, о которых мы молчим. Пока закон, которому подчинено все, гласит, что все должно двигаться, все должно развиваться. И только люди пытаются противостоять этому закону. Почему? Кто виноват в этом? И почему они пытаются противостоять этому закону? Кто? 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 Хорошо. Почему? Кто сделал Бог с людьми? Он их создал. Правильно. Создал какими? Идеальными. Совершенными. Они плоть от плоти. Они созданы по образу и подобию идеальному существа. Они идеальны. Они не должны меняться. Все до сих пор менялось, говорит Заратустра. Таков закон. И только вы одни думаете, что вы совершенны. Это наследие христианства. Весь мир создан для человека. Человек создан последним. Он царь и Бог в этом мире по образу и подобию Божьему. Бог умер, и теперь это не так. И значит, у вас нет другого выхода, кроме как развиваться. Развиваться в какую сторону? Две стороны. Именно поэтому, когда Максим Павлович сказал о развитии, я его поправил. Развиваться можно в две стороны. Развиваться можно вверх и вниз. Поэтому альтернатива после смерти Бога – это последний человек или сверхчеловек. Люди не могут остановиться на месте. Они никогда не могли. Но после смерти Бога всем стало понятно, что это невозможно. И теперь со смертью Бога возникает альтернатива. Мы катимся вниз, и тогда наступает последний человек. Или мы поднимаемся вверх, и тогда наступает сверхчеловек. То есть это прогресс или регресс? Это не прогресс или регресс. Это развитие. Почему мне не нравится слово прогресс? Оно здесь подходит и во многом не подходит. Вы бы еще сказали эволюция, и я бы вообще взорвался. По одной простой причине. Смотрите, когда-то у кольчатых червей-паразитов были глаза. Теперь их нет. Это прогресс или регресс? Это регресс. Почему это регресс? Они абсолютно отлично приспособились к той ситуации, в которой они живут. Им не нужны глаза. Это регресс с точки зрения их физиологического устройства. Но с точки зрения эволюции это прогресс. Ну так это прогресс или регресс? Вот поэтому нельзя говорить о прогрессе или регрессе. Можно говорить только о развитии в одну сторону или в другую. Сторон всего две. Больше нет. То есть либо вверх, либо вниз. Люди должны превзойти человека. Другого пути нет. Но превзойти его в какую сторону? Прошу. Что такое обезьяна для человека? Посмешище или мучительный позор? И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека. Посмешищем или мучительным позором? Да, посмешищем в смысле он настолько не ощущает реальность и делает какие-то глупости. Ну как ребенок, да? Либо мучительный позор в смысле стыд. Само существование человека – это стыд. Ницше в другом месте открыто скажет. Человек – это животное с красными щеками. Да, потому что все, что он может испытывать по поводу себя – это стыд. И мы увидим это более, это развернуто, да, чуть-чуть позднее или серьезно позднее. Главное теперь увидеть, что человек будет для сверхчеловека посмешищем или мучительным позором. То есть постыдным воспоминанием или поводом для смеха. Иными словами, сверхчеловек никогда не будет относиться к человеку серьезно. Он не может относиться к человеку серьезно. Но если наше движение – это движение к сверхчеловеку, то мы тоже не можем относиться к человеку серьезно. Вы свершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще от червян. Некогда были бы обезьяною, и даже теперь еще человек больше обезьяны, чем иная из обезьян. А не существует в таком стеоре Дарвин? Да, да. И здесь мы можем увидеть здесь дарвинизм. Но это не дарвинизм. Давайте поговорим о дарвинизме, раз уж вы о нем затронули. Формула дарвинизма какая? Выживает приспособленнейший. Да, выживает приспособленнейший. Это формула, которую Ницше опрокидывает. Почему? Потому что обычно эту формулу произносят, как «выживает сильнейший». Это не так. Выживает приспособленнейший. Что значит «выживает приспособленнейший»? Это значит, что сильнейший умирает. Приспособленнейший – это тот, кто начал приспосабливаться. Сильнейший – это тот, кто отказался приспосабливаться. Иными словами, Ницше говорит прямо, сильный – это всегда мертвый. Сильнейший – это всегда проигравший. Сильнейший – это всегда трагедия. Но именно тот факт, что сильнейший – это всегда мертвый, означает, что мир полон живых кого? Живых посредственностей, тех, кто приспосабливается. Теория Дарвина не работает, потому что она не создает новые виды, она заставляет виды деградировать, приспосабливаться. Ницше выступает не на стороне приспособленных, не на стороне посредственностей, таких же, как все, одинаковых. Он выступает на стороне сильнейших. И в этом смысле он выступает на стороне трагедии. Именно поэтому прямо за этой речью последует речь о том, что золотурство любит людей, которые идут по мосту, ибо, идя по мосту, они гибнут. То есть золотурство любит тех, кто отказался приспосабливаться и начал изменяться. Но изменение – это смерть. Конечно, я отсылаю вас к прекрасному диалогу. Ефтидем. Вот там есть юноша Клиний, родственник Алкевиада, и любовник Клиния. Когда Ефтидем и Дианисадор подходят к Клинию, они говорят, Клиний, ты изменишься, потому что мы тебя чему-то научим. А Сократ говорит любовнику, ты слышишь, чего они говорят? Они убьют твоего любимого Клиния. Ты любишь Клиния. Они говорят, что Клиний станет другим, а не злодеи. И любовник нападает на Ефтидема и Дианисадора. Потому что Сократ нападает на Ефтидема и Дианисадора, потому что Ефтидема и Дианисадор открывают правду. Почитайте этот диалог, он заканчивается катастрофическим, он заканчивается поражением Сократа и бегством Сократа к Критону с просьбой, дай денег. Я пойду учиться у этих людей, потому что они меня победили в споре. Ницше выступает как бы в пользу дарвиновской теории, но на самом деле говорит прямо обратно. Можно вопрос? Конечно. Ну то есть есть люди, которые приспосабливаются, есть сильнейшие, а слабые. То есть нельзя ведь сказать, что... Слабые умирают от того, что они слабые. Именно последний уровень. То есть у вас достаточно сил, чтобы не умереть от первого чиха, но недостаточно, чтобы сопротивляться любой заразе. Почему тогда Заратустра их не любит, слабых? Он же видит, что они умирают. Отлично. Хороший вопрос. Почему вы помогаете слабым? Что они пытаются пробудить вас для того, чтобы вы помогли? Жалость и сострадание. Жалость и сострадание – это последнее искушение Заратустра. Почему жалость и сострадание должны быть отброшены? Это более глубокий, более серьезный вопрос. Если коротко, Заратустра в противопоставлении либерализму говорит, что свободный ум не может быть связан со свободным сердцем. Что либо одно, либо другое. Отсутствие свободного сердца означает более жестокую дисциплину, максимальную жестокость по отношению к себе и окружающему. Именно поэтому вы должны избавиться от жалости и сострадания. Только так вы можете стать по-настоящему свободным. То есть свободным умом, конечно же. Вопрос. Если Ницше – известный дарвинский принцип, что выживает приспособлены нищие, Ницше его отвергает или он сознательно становится на сторону тех, кто вымыли? Он становится на сторону проигравших. Иными словами, он говорит, что ценность заключается не в том, кто выживает, а ценность заключается в том, кто отказывается приспосабливаться. То есть это и есть самые ценные представители вида. Дарвин говорит, они биологический мусор, потому что их гены не выживают, они ничего не значат для истории. И Ницше говорит, они значат для истории все. Они и есть история. Потому что они меняют тех, кто приспосабливаются. Они не меняют тех, кто приспосабливаются. Они приспосабливаются. А, нет-нет-нет, они же проиграют. Речь не об этом. Речь о том, что они представляют из себя пиковые точки вида, лучшие экземпляры. Вот вопрос, как сделать так, чтобы лучшие экземпляры выживали и продолжали жить – это серьезнейший вопрос. Более того, Ницше говорит, чем выше забирается жизнь, тем более изощренной и тонкой она становится. Чем более тонкой она становится, тем легче она погибает. Иными словами, давайте я наступлю на очередную мину и приведу вам простой пример, который вам наверняка уже известен. Сколько на этой планете львов, сколько медведей. А сколько коров, собак, кошек, мышей. Именно об этом речь и идет. Другое дело, что Ницше задается вопросом, серьезнейшим вопросом, как сделать так, чтобы появление пиковых экземпляров человека перестало быть случайным и они перестали так активно исчезать. Хорошо. Даже мудрейшие среди вас есть только разлад и двойственность между растением и призраком. Но разве я призываю вас стать призраком или растением? Смотрите, я учу вас от всех человек. Достаточно. Следующий ход. Что еще приносит христианство, помимо идеи того, что человек есть совершенство и ему не надо меняться? То, о чем только что Золотус рассказал. Прочтите еще раз. Нет, да. Даже мудрейшие среди вас есть только разлад и двойственность между растением и призраком. Разве я призываю вас стать призраком или растением? Отлично, да. Если бы Ницше писал сейчас, он бы, конечно, написал овощем и призраком, да? Итак, о каком разладе идет речь? Между духовным и душой. Между телом и душой, конечно. Христианство приносит разлад. Между телом и душой. Золотусство... И смотрите, он говорит, даже мудрейшие среди вас все еще верят в эту глупость. Все, начиная с Сократа, заканчивая поздними христианами, заканчивая сегодняшним днем, думают о том, что душа является более важной, чем тело. Сократ соблазнил Алкивиада. После этого мы все до сих пор думаем, что внешность, богатство и красота не важны, а важна душа. Где подлинная красота, она душевная. Главное, чтобы человек был хороший. И так далее. С этим враньем пора покончить. Почему? Потому что оно ведет к забвению тела. Если ваша душа – это главное, то о теле можно не заботиться. Что требует забота о теле? Она требует телесных средств. Она требует денег, она требует усилий, она требует времени. Все это отметается в пользу заботы о душе. Иными словами, можно быть нищим, уродливым и старым, но при этом быть отличным, да, хорошим. А? И попасть в рай. Да, 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 да. Ну, это христиане добавляют, да. На самом деле это не так. Бог умер, поэтому попасть в рай нельзя. Давайте я скажу вам две триады, а потом третью добавлю, когда дойдем. Две триады очень простые. Одна из них сократовская. Знание, постигаемое разумом, ведет к добродетелю. Добродетель спасает душу. Одна из них христианская. Вера, познающая Бога, ведет к добродетели. Добродетель спасает душу. Вот нищанская триада будет несколько иной, и вести она будет к несколько иному. Очевидно, не к спасению души. Ницше должен будет в связи с борьбой с христианством открыто упирать диалектически на прямо противоположное. На что? Но если душа и тело существуют, и он не может упирать на душу, на что он будет упирать? На тело, естественно. И вы найдете это везде в философии Ницше. Тело – это главное. Забота о теле – это главное. Потому что дух выходит только из тела. Ну, простой пример, который Ницше не приводит, но который могу привести я, и он станет вам понятным. Особенно, если вы читаете «Эссехуму», и там Ницше пишет, почему я такой мудрый, да? Потому что я пью вот такой вот кофе по утрам. Или потому что я не ем немецких сосисок. Пример, который я могу вам привести. Вот вы поели, позавтракали или там пообедали, и сразу после этого начинаете чувствовать себя лучше. Вы голодны, и вы начинаете чувствовать себя хуже. Состояние тела напрямую связано с состоянием духа. Если вы поели, и вам стало лучше, то, следовательно, можно предположить, что существует такое состояние тела, наследование состояния тела, которое делает ваш дух почти совершенным. Ну, стало быть, Ницше говорит то, что сейчас будет удержать вся современная наука. Так, а я вам о чем и говорю? Когда я говорю вам, почему вы видите фитнес-центр, что тот факт, что вы видите фитнес-центр через каждые 200 метров, и в магазине есть полка со здоровой едой, это влияние Ницше. Именно поэтому. Понимаете, что этот дух живет в ней тело? Нет, конечно, нет. Как умирает, умирает его? Конечно, конечно, конечно. Ничего бессмертного не существует в принципе. То есть, как только умирает бессмертный бог, гарантия бессмертия исчезает вместе с ним. Как мог умирать бессмертия? Разве вам не ответили, мы убили его. Мы его создали, мы его убили. Но мы его создали таким, и мы его убили. Вопрос. Не похоронила ли вторая мера война Ницшеанскую? Какие-то аспекты, да. Большинство аспектов нет, потому что влияние слишком огромное. Давайте. Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Сверхчеловек и смысл земли. Пусть же ваша воля говорит, да будет сверхчеловек смыслом земли. Пусть ваша воля говорит, да будет сверхчеловек смыслом земли. Нет никакого объективного есть. Есть только воля. И эта воля определяет, что есть, а чего нет. Иными словами, воля может создавать нечто, чего до сих пор не было. И то, что есть, существует только благодаря воле. Пока еще Золотустыр не говорит, что это за воля. И он долго будет молчать по поводу этой воли. И даже однажды, здесь же в Золотустыр назовет ее Дарящий Добродитель. И скажет, есть безымянный Добродитель, который я назвал Дарящий. Угу. Я заклинаю вас, мои братья, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах. Это отравители все равно знают они это или нет. Если без воли нет ничего, то и нет никакого смысла без воли, которая дает определенную цель. Откуда берется эта цель? Откуда берется цель воли? Ну, 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 ну. Из человека. Из человека, да, 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 да. Конечно, она берется изнутри. Но то, к чему она приложена, и причина, по которой она может быть приложена, это одно из оснований философии Ниша, о которых мы не говорили. Это величайшая проблема, с которой мы столкнемся в вашем будущем семестре. Но чаще следующим образом. Не является ли сверхчеловек идеалом? Да. Вот и является. Ответ нет, не является. Ответ на этот вопрос раскроет вам основания философии Ниша, о которых мы не говорили. Но если есть сверхчеловек, есть цель, которая должен быть прийти человек, то есть превосмощь самого себя. В человеке нет сверхчеловека, его нужно только достичь. Соответственно... Есть ли в червее человек? Есть ли в обезьяне человек? В обезьяне нет, в человеке человек... Золотусте вам только что сказал, что в человеке еще многое от червя. Это значит, что в червее есть человек. Они презирают жизнь, умирающие и сами себя отравившие, от которых устала земля. Пусть погибнут они. Прежде, хулана Бога была величайшей хулой. Но Бог умер, и с ним умерли и эти хулители. Теперь самое ужасное хулить землю и чтить нету непостижимого выше, чем смысл земли. Да, Золотусте призывает диалектический. Раньше все было расположено на небе. Теперь все должно быть расположено на земле. Цель наша должна быть расположена на земле. И тут пришло время поговорить о триадах. И я открываю триаду, смотрю на триаду, и понимаю, что придется сказать об основаниях философии Ницше, о которых мы не говорим. Поэтому давайте я назову вам триады. Еще раз. Сократ – это разум, истина, добродетель. Христос, ну или шире христианство – это вера, Бог, добродетель. Золотусте – это воля, ложь, добродетель. Только что сказали, что нет никакой объективной истины, которая бы не устанавливалась в неволе. Свет в человеке есть смысл земли, потому что мы хотим, чтобы он был смыслом земли. Иными словами, если мы хотим, чтобы смыслом земли было нечто другое, будет нечто другое. Некогда смотрела душа на тело с презрением. Тогда не было ничего выше, чем это презрение. Она хотела видеть тело тощим, отвратительным и голодным. Так думала она ускорствует от тела и от земли. О, эта душа была еще тощей, отвратительной и голодной, и жестокость была наслаждением этой души. Чего хочет приличный христианин? Скорее отправиться в рай. Как это сделать? Надо истязать собственное тело, потому что это поможет. Самобичевание, пост, голодание и прочее, 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 прочее. Там какое-нибудь шрамирование, там стигматы для себя и прочие, прочие страшные вещи. Велигии какие-нибудь, если мы говорим о нашей традиции. Теперь это не так. Но это не важно. Важно другое. Почему душа этого хотела? Потому что она сама была отвратительной, грязной и тощей. Иными словами, это была ее месть здоровому и красивому телу. Но и вы, братья мои, скажите мне... Заратустов впервые обращается к людям, братьям мои. Вскоре он перестанет это делать. И даже к своим ученикам он долго не будет обращаться, братьям мои. Скажите мне, что говорит ваше тело о вашей душе? Разве ваша душа не бедность и грязь и жалкое довольство собой? Да. Тело должно быть напрямую связано с душой. И тело показывает вам душу человека. Угу. Поистине, человек это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себе грязный поток и не сделаться нечистым. Смотрите, я учу вас о себе в человеке. Он это море. Он мне может потануть ваше великое презрение. Угу. Достаточно. О чем говорит золотусство? Золотусство говорит, что люди отвратительны. Люди вызывают стыд. Как можно сделать так, чтобы они перестали вызывать стыд? Как можно сделать так, чтобы они перестали быть отвратительными? Они никогда не перестанут быть отвратительными, и мы никогда не перестанем испытывать по отношению к ним стыд. Но мы можем найти оправдание их существованию. И этим оправданием будет сверхчеловек. Да, 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 да. То есть, ваше ужасное, отвратительное, жалкое существование оправдано тем фактом, что вы идёте к сверхчеловеку. Ничем другим оно быть оправдано не может. После смерти Бога, конечно. Ну, то есть, получается, стать больше, чем... Нет, вы не станете больше. Петь и любить человека можно только при том условии, что мы знаем, что он идёт к сверхчеловеку. Просто по той же самой логике, которая была до этого, нет ли в том же чем-либо чего-то от сверхчеловеку? Конечно, есть. Всё, тогда я и даже. А как же иначе? Давайте мы прочтём одну строчку и на этом закончим. Чём-то высшее, что можете вы пережить, это час великого презрения. Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, как и ваш разум и добродетель. Золотусто называет три вещи. Счастье, разум и добродетель. Должны быть преодолены. На самом деле, он немного лукавит, потому что он добавит к этому списку справедливости и сострадания. Лучшее в людях – счастье, разум и добродетель, справедливости и сострадания – должны быть преодолены. Для того, чтобы у них появились новые ценности, старые ценности сначала должны отмереть. Но перед этим должно отмереть само понятие ценностей. И сострадатурство собирается это сделать. Или, по крайней мере, показать людям, как это произойдёт. Давайте мы на этом остановимся, если у вас нет вопросов.